Приветствую вас всех уважаемые зрители и подписчики моего канала на своей холостяцкой кухне и сегодня мы опять будем готовить корейское блюдо, называется оно пигоди или пянсье, по нашему пирожки на пару, итак смотрим. Для этого рецепта мне понадобятся следующие ингредиенты, здесь у меня свиной фарш, там дальше у меня нарезана уже белокочанная капуста мелко, чуть дальше у меня там лук нарезанный тоже мелко, а здесь из зелени я буду использовать кинзу, если нет кинзы можете использовать кориандр молотый, также мне понадобится соль и смесь перцев и теперь начинаем все смешивать и как всегда конкретное количество ингредиентов я укажу под видео в описании, смотрите, ну все теперь я добавил перец, добавляем соль, добавляем сюда кинзу, добавляем сюда лук и добавляем сюда фарш и сейчас я все это хорошенько тщательно перемешаю, все фарш я приготовил, готов у меня фарш, а здесь у меня дрожжевое тесто, я уже заранее его приготовил, если кому-то надо рецепт дрожжевого теста как я готовлю, напишите пожалуйста в комментариях, я вам его отдельно сниму, итак раскатываем тесто вот в такую вот колбаску и теперь делим его на небольшие такие кусочки, делаем небольшие шарики и из этих шариков я буду делать пирожки, так как я буду готовить пирожки на пару, нам естественно нужна мантышница, перед тем как положить на нее пирожки, нам ее надо обязательно смазать растительным маслом, вот так вот раскладываем лепешку и сюда добавляем столовую ложку нашего фарша и делаем обычные пирожки, вот так вот слепляем сначала в серединке, я так привык, мне так удобно, я так делаю уже практически всю жизнь и слепляем края, способ формировки пирожков у всех разный, так что делайте как вам удобнее, как вам проще и вот наш пирожок готов, ну что ж друзья мои все пирожки у меня готовы, вода у меня закипела, теперь отправляем наши пирожки на пар и готовим по времени, скажу потом сколько у меня ушло, а ты чего басой, сапоги столь в бою потеряла, прошло у меня ровно 50 минут и посмотрите какая красота, появилась у меня на столе, поверьте вкус таких пирожков на пару просто потрясающий, так что готовьте это корейское блюдо пигоди или пенсе, не пожалеете, вот посмотрите внутри все пропарилось, все готово, можно кушать, готовьте на здоровье, приятного всем аппетита, а кому понравилось мое видео, как всегда ставим палец вверх, подписываемся на мой канал, давайте, не сомневайтесь, всем пока-пока